Всем доброго времени суток. Всем привет. Начинаем. У меня почему-то в Диабле не было звука. Поэтому я сейчас его перезапущу. Ой, всё умостилось. Её, точнее, перезапущу. Не очень уверенно. Кто не очень уверен? Да, он пишет. Блин, вот этот ваш Диабло 3 такой зашклылся, он очень затротил. А где звук? Алё. Чё тебя там сломалось? Я не знаю, у меня звука нет. Был? Был. А, я микрофон не включила. А, молодец. Простите. Ничего страшного, я тут немножко скрипела. На кресле тут мастилась. Надо не из ведра, надо микрофон. Забыла. У меня что-то сломано. У меня нет в игре звука. Крутое начало стрима. Да. Давай ещё раз перезапущу. Странно. Но так же у меня звук был. А сейчас просто звук есть? Вроде как, да. А, слушай, я знаю, я же Диабло мьютил, по-моему, в Винде. Как у вас дела, пока Александр занят? Кстати, после Диабло будет World of Warcraft. Начало, как всегда. Что-нибудь, да, не так. Точно. Я её мьютил. Мьютил. И такой требует звука. Ну, я просто забыл. Звук... Давай по умолчанию, чтобы у меня ничего не сбрасывалось потом. Во. Всё, теперь должно у всех всё работать. Ну, как дела? Спать хочется. Ну, посмотри потом в записи. Какая разница? Я вот, не знаю, для меня большой разницы нет обычно, как смотреть стримы. Я стримы в реальном времени вообще очень редко застаю. Потому что все стримят обычно по ночам. Или, наоборот, днём. Когда времени особо нет смотреть. Зачем страдать? Да. Так. Я, кстати, из дизайна 2 поставил. Ну, ладно. Но я думаю, нормально. Я думаю, тоже нормально. Мы можем сейчас сразу пробежать, наверное, один нефалемский портальчик. Для начала. Давай. Не, давай зайдём сначала, а потом мы решим. Там... Я просто помню, по заданиям нам нужен нефалемский портал. Некоторые стримеры закрывают записи стримов для неподписчиков. У меня появился... Есть такие, да? Есть такие. Но наши враги стали сильнее. Вы знаете, то есть тут разная политика просто у разных стримеров. Ну, мне, например, не нравится, когда закрывают за подписку. Но при этом, то есть, я вот смотрю... Я, допустим, понимаю, почему они это делают. Судить их не берусь. Пусть сами решают. Я просто хотел рассказать вот то, что я слышал мнение человека. То есть, он закрывает за подписку, но при этом он у себя на канале вообще не крутит рекламу. То есть, а есть, наоборот, стримеры, которые не закрывают подписку за подписку, но при этом у них на стриме реклама идет там каждые 30, может быть, 20 минут. Хотя тут сложный вопрос, что выгоднее. С рекламы, на самом деле, накапывает вообще копейки. Вот то, что мы там запускаем... Или не запускаем. Или не запускаем, да. Чаще Саша забывает. Там накапывает, ну, центов 30, может быть, 40. Это вот за сколько запусков рекламы там обычно. Если я не забываю, то, может быть, накапывает 40. Нет, ну, естественно, там хоть что-то существенное, хоть что-то ощутимое, если, конечно, там подписчиков куча. А так вообще... Не, ну, если так подумать, то, конечно, допустим, если бы мы играли какой-нибудь, я не знаю, там, HOTS, например, то игра длится где-то минут 15-20, да, в среднем. То есть, такие стримеры, они обычно между вот этими играми запускают как раз рекламу. Ну, сессионные игры. Да. Стримуют они обычно часов по 6. Ну, вот, что там еще по сессиям идет? За час у них 3 запуска рекламы. Это... Да какая разница, все, давайте. Ну, все равно там копейки, как подписка, наверное, будет. Так, смотри, что у нас там получается. Я забыл. Да давай сначала поболтаем со всеми. Вот смотри, у нас есть здесь вот золотункул, которого мы обидели. Золотункул, да, у нас в теле призрака теперь опять. Ремесленник считается. Золотункул. Да, я снова жив. Меня сложно убить, да и ты не очень-то старалась. Но не будем терять время. Мне нужна твоя помощь. Артефакт находится в руинах Сичерона. Его охраняет призрак могучего воина, который отдаст его только тому, кого сочтет достойным. Думаю, ты произведешь на призрака большее впечатление, чем я. Помоги мне достать артефакт, и я буду использовать его, как ты захочешь. Сейчас, книжечка еще. Этому глупцу Нефалему удалось меня убить. Конечно, я уже переступал грань смерти, и, наверное, сделаю это вновь. К тому же, я был готов к такому повороту событий. Кто-то может возразить, что оживление собранного тела и наполнение его воспоминаниями, это только подобие воскрешения. На что я отвечу. Вы просто не понимаете всего величия Золтона Кула. Вот так вот. По поводу этого... А нельзя бота на рекламу поставить? Можно, можно включить бота, который будет запускать там каждые 30 минут, допустим, рекламу. Но в чем прикол-то? То есть, для конечного зрителя, мне кажется, это будет печально достаточно. Тут какой-то интересный момент, мы там босса убиваем, а ему босса реклама. Ну да, да, да. Она тут и так на Твиче автоматом, насколько я знаю, запускается при заходе на стрим. А я уже думал, не отключить ли мне от блог, но раз гроши, то не стану. Ну, копейка, копейка, копейка рубль бережет, как говорится. Это, во-первых, решайте сами, на самом деле. Ну да. Мы никогда никого не уговаривали, не настаивали там в этом плане. И не собираемся. И не собираемся, да. Давай с Ориком еще поболтаем, да? Угу. Здравствуй, Нефалел. Я могу создать портал, чтобы ты могла испытать себя в бою. Но ты должна принести мне камень портала. Все? Все. Спасибо, что заглянула. Здесь тебя ждет множество поручений. Я очень удачно в него прям портнулся. О, еще может что-то сказать. А, понятно. Я сейчас поговорю тогда с ним. Угу. Ты многого достигла в своих странствиях, Нефалел. Но силы хаоса никогда не дремлют. В своих сражениях ты будешь собирать кровавые осколки. Они полны необъяснимой силы. И мы пока не знаем, что они собой уявляют. Может, ты поможешь нам все выяснить? Сороконога. А для подписчиков у нас реклама отключена на канале. Ну, по крайней мере, галочка такая стоит, чтобы не показывать рекламу. А как оно уж там работает, я толком не знаю. Говорят, что в записях все равно показывают рекламу, к сожалению. Ох, фига тут. Кадала узнала о нас во время странствий. Она прибыла, чтобы помочь. По-своему. Хм. Или ободрать нас, как липку. Кадала. Кадалин много о нем рассказывал. В основном, не очень хорошие вещи. Решай сама, будешь ли ты у нее что-нибудь покупать. Я бы на твоем месте не стал. Если только ты не занимаешься скупкой барахла по взвинченным ценам. Кадала, в смысле, кадала. Вот она стоит. Она продает за кровавые осколки. Которые мы будем как раз сейчас зарабатывать. Да, полный рандом. То есть, вы не знаете, что вы покупаете. Может как мусор какой-то оказаться. Так и легендарка. Так и комплектная вещь. Ну, мы ее называем Кидала. Это о многом говорит. Так. Стоп. Дальше поговорить. Разведчики регулярно доносят мне о необычных происшествиях в близлежащих землях. На основании этих сведений я могу отправить тебя туда, где больше всего требуется твоя помощь. Угу. И? Мы проделали долгий путь. Я знаю, тебя тяготит время пережитых испытаний. Я не представлял себе, что нас ждет, когда мы впервые встретились в новом Тристраме. Да и кто мог знать заранее? Ты одолела множество врагов. Но всегда есть и другие, затаившиеся в тени. Очевидно, этой битве не будет конца. Кровавые осколки, 40 ног. Сейчас мы покажем, как их можно фармить. В Нефалемском и в Великом портале. Что там показывать? Еще гоблины кровавые. О, еще тут диалог, размышления. Когда-то я без колебаний спустился с небес, чтобы стать простым смертным. Я знал, что таков мой долг. Но недооценил всю слабость человеческой плоти. Ты многого достигла, хоть это было и непросто. Интересно, смог бы я добиться большего, если бы сохранил силу Ангела. Впрочем, пока мы побеждаем, в этих рассуждениях нет смысла. Так, теперь с тобой. Ты выбрал идеальное время, чтобы возродить Орден Харадрима в Тиреид. Нам всегда будет чем заняться, верно? Воистину так. Молтаэль погубил многих наших соратников, но еще больше готова пожертвовать собой ради нашей великой цели. Быть Харадримом тяжелая ноша, но многие с готовностью принимают ее на себя. Так, Орик еще. А, он сейчас как раз расскажет, наверное, вкратце. Да, да. Древние Нефалемы испытывали свои силы в зачарованных мирах. Я же открывал им туда порталы. Таким было мое призвание, и я всегда ему следовал. А затем потянулись долгие годы, когда ни один Нефалем не нуждался во мне. Я рад, что снова нужен. О, а я думаю, где оно? Драгонбит, спасибо большое тебе за подписку. Большое спасибо. А почему Орик снова звездочка, ты с ним поговорим? А, ну потому что мы еще новые идеологии. Я еще послушаем. Только самые могущиеся последние форумы могут вызвать мой дух из небытия и войти в портал. Все. Другие годы мы расскажем, покажем, что это чужие, а. Пока ты не нарушила мой покой. Но я чувствую, что ты не такая, как твои предки. Я буду пристально следить за тобой. Он такие долгие паузы делает, прям вот. Я уже думаю, все закончил. Нет, он продолжил. И расскажем, покажем, что за адские устройства. Сюда добрался карават, если я пойду его. Он в курсе о режиме приключения, то есть может посмотреть. Именно с объяснениями. Но я не уверен, что мы с этими адскими устройствами успеем разобраться за этот стрим. Ну, может быть и нет. Может, должно успеть. Давай посмотрим, что у нас получается по сезону сделано, что не сделано. Начнем с того, что... Покажи список, где у нас главы. Да, сейчас я... И какие условия у нас выполнила. Мы же сковать ничего интересного не можем. Пока нет, у нас нет рецептов. Кроме наручей. Есть у нас рецепт наручей, да. Вот я хотел посмотреть. А, тут нужно это с приключения как раз для агента. Давай смотреть, что у нас там получается. Так, ребята, нам наших, кстати, надо одевать сразу. Получается, амулеты всякие им находить, если будут. Ну, с дропа. Так, что у нас тут? В чем главное отличие режима приключений от сюжетного режима? Здесь мы нажимаем кнопочку M, и у нас открывается карта. Мы можем выйти... То есть, карта акта. Мы можем выйти на основную карту и выбрать любой акт, который мы хотим. При этом... Сейчас такого нет. Как оно сейчас работает, кстати, я не помню. Ну, то, что раньше ты мог пройти весь... Закрыть весь акт. Ну, все вот эти квесты. Только сейчас примерно так же работает. Короче, если я не ошибаюсь, но я могу врать, что первый закрытый акт дает большую награду в день, что ли? Да нет, стоп. Наверное, он теперь просто всегда дает большой сундук. Я не помню, они там переделывали что-то. Короче, нужно сделать пять заданий локальных, которые отображаются восклицательными знаками. Мало того, что за них дают дополнительный опыт. По итогу пяти заданий вам дают большой сундук, из которого выпадает дробь. Привязанные к определенной локации могут выпасть легендарки, реагенты, которые падают со всех актов. И есть еще один определенный реагент, который привязан к каждой определенной локации. Я просто что запутался, раньше было, заходишь в игру и тебе кидали акт, который являлся бонусным в плане лута. То есть с него был дополнительный сундучок, с которого падало. Да, сейчас любой акт, получаешь сундучок за любой акт, но обязательно нужно закрыть пять заданий. Ну там тоже было пять заданий обязательно закрыть. Нет, ну раньше я только в определенном порядке мог это делать. А сейчас любой акт берешь и делаешь. Ага. Ну в общем вот, при этом задания здесь как могут попадаться, как и такие, как были в основном сюжете, всякие эвенты, так и новенькие сюда завозят периодически. То есть раньше это было определенная последовательность. Мы выходили на карту мира и смотрели на какой локации следующий бонус падает. То есть какая глава выбирается бонусом. А сейчас выбираешь любую главу произвольно, без разницы. Делаешь предзадание, тебе дают сундук. На четвертой главе сезона очень сложное задание. На четвертой главе. Это еще не сложно. Это не сложно, да. Ты еще не видел там дальше то, что будет. Вот там действительно сложно. Четвертая глава обычно закрывается без особо проблем. Так, теперь давай по списку посмотрим, что у нас получается. Да давай прям в этом же акте вот по порядку. Нет, ну ты список-то покажи, Санас. А, список заданий. Сезонных. Алекс Х, спасибо тебе большое за донат. Так, сезонные задания у нас вот еще. То есть почему сезон обычно мы играем именно на сезоне, а не просто так. Потому что здесь есть сезонные задания. Открываем их. Открываем их. Сезонный поход называется. Тут есть список заданий, которые нужно выполнить. Пока что у нас доступны только глава 1, 2, 3, 4. Тут сложность понарастающая идет. Пока у нас нужно просто вот пройти один нефалемский портал и сделать пять поручений. Ну, фактически один акт закрыть. Остальное у нас получилось сделать во время прохождения кампании. Видите, вот пять самоцветов, экипировку вставить. Помогите кузнецу достичь 10 уровня. Это все тоже можно в режиме приключения сделать. Да. Но мы просто проходили сюжетку в это время. Сделали это там. Убейте, мол, то или мы по сюжету сделали. Убейте. Достигнуть 50 уровня. Это все очень просто делается, конечно. Но я говорю, чем дальше, тем сложнее. И вот за главу 2, 3, 4 будут давать еще всякие бонусы. За вторую главу у нас дадут предметы. Это два куска из вот этого комплекта. В моем случае. У Наташи будет свой комплект. То есть у каждого персонажа тут свой комплект. При этом нельзя сделать на каждого персонажа свой комплект. Если ты заберешь два куска на этом персонаже, на следующем персонаже ты уже не сможешь забрать эти два куска. Только другие. За главу 3, допустим, и 4. Но в нашем случае мы будем просто подряд все делать. За третью главу нам дадут еще два куска. И за четвертую главу дают оставшиеся там, по-моему, три куска получается. Или два. В зависимости от того, какое количество предметов в комплекте. Но у меня шесть. Так у всех же по шесть, по-моему. Нет, есть еще комплекты семь. По семь, точно. Потом вот на четвертой главе дадут уже рамку для портрета и крылья. Вот эту рамку и вот эти крылья. При этом, закрывая четвертую главу, ничего не заканчивается. Там еще будет где-то штуки три, наверное, таких глав, которые называются там завоевания. Еще что-то, еще что-то. Ну, это потом. Получается, сейчас у нас из первой главы не закрыты пять поручений и нефалемский портал. Да. А, кстати, вот еще в режиме приключений теперь есть оружейное. Здесь можно сохранять набор эти провок. Нет? Не было, по-моему, там этого шкафчика. Не было, не было. Я не помню такого. Может, мы нефалемский сразу закроем? Один. А разницы нет. В каком порядке? Ну, давай. Нефалемский закроем. Как у нас нефалемский портал работает? Мы просто подходим, нажимаем нефалемский и принять. А, в нефалемском портале выпадают как раз камни для великих порталов. При этом, в зависимости от истязания, сложности, то бишь, камни выпадают с большим шансом. А падать они начинают с 60-го, да? Или с 70-го? С 70-го, наверное. Камни. А не сразу? Нет. Или да? Они, по-моему, с истязания начинают падать. С истязания, или... Там на первом истязании что-то маленький шанс. Но они там как-то переделали, кстати. По-моему, теперь вот как раз где-то он около 6-го истязания 100% падает один камушек. И дальше уже есть шанс выбить два камушек. Любопытные создания. Кровожадные хищники. Но в то же время заботливые родители, которые ревностно оберегают кладку. Часто можно наблюдать, как они кружат над своими гнездами. Готовы в любой момент дать отблизи Скознина. Объявились загадочные твари. Поговаривают это наполовину люди. Наполовину волки, которые сметают все на своем пути. Это нам... Я еще не встречался с ними вживую. Но кажется, сбываются наши худшие опасения. Мобы новые появились и прервалась запись. Начали про других говорить. Это, видимо, да, у нас тут новые. Вообще, которых в сюжете даже не было. Это с новых территорий. Я как бы их видела уже. Ого, Dragon Beat. Спасибо тебе большое за 1000 рублей. Обалдеть. На плюшке, ребята, вы лучше. Часто, ну, расчет ста и безжалостных гонщиков. Спасибо. Пожирателей падали, которые нападают на прометчивых путников. Их голод неутолим. Говорят, гонщие так ненасытны, что от жертвы не остается даже костей. Еще момент. Вот смотрите, справа идет шкала. Заполняется таким желтой полосочкой. Вот после достижения. То есть полосочка заполняется от убитых мобов. То есть за каждого моба какое-то определенное количество очков дается. Там за элиток побольше дают. За простых поменьше. Вот. И когда шкала заполнится, будет призван босс. Это вот простой портал. А вот которые... Великие порталы, вот у нас закрыты были, для которых нужны камни для допуска в них. Там все это будет очень похоже на простой портал, но при этом будет ограничение по времени, не будет подплут. Вообще... Нанруб где? О, а что это он так заглючило? Нанруб. Печаль. Нанруб. А чего оно так заглючило? Поправь, посмотри. Посмотри, это мне в штеймели править, я наверное сейчас не смогу это поправить. То есть там разбираться надо. Ну ладненько тогда, пусть пока будет нанруб. Потом посмотришь. Попробуй обновить просто. Ну еще момент, вот убивая элиток, с элиток еще дополнительно падают такие шарики, которые вы сейчас видели. Они дают неплохо заполнение как раз шкалы вот этой. Дополнительно еще. И то есть в высокие уровни, когда уже делают портал, там на время закрывая, они просто скипают вот эти вот простых мобов, трешак вот этот вот. И на скорости пробегают, вот именно фармят уже элиток. Сейчас я быстро все-таки гляну просто. Есть еще одна особенность, которая отличает режим приключений от режима кампании. Сейчас Саша покажет. Сюда подойдет и покажет. Намруб. Почему намруб-то? Кто-то что-то переделал, возможно мой код перестал работать. Либо я что-то не так сделал. Сейчас. Я свой кусок кода уберу и посмотрим, если оно заработает. Я может быть так пока оставлю. А, вот. Режим приключений еще отличается тем, что здесь есть вот такие камни. А, ты что, не идешь? Мне показалось, а то ты идешь ко мне. Нет. Почему намруб? Он тысячу не может округлить что-то? А, он тысячу не может округлить. Да нет. А, тебя уже убили. Все, я понял. Это мне надо, наверное, точку еще заменять. И. Сейчас, ребят, я поправлю прям в режиме реального времени. Грохнули, прям грохнули его тут. Меня убили? Да. Ну, блин. А я и подумала, что это ты идешь, потому что... Я смотрю, кто-то справа прибежал. А это молвы пришли, которые тебя грохнули. А чего? Почему намруб? Фига там. А, там запятая, что ли, там не точка? Вот почему он не может. Я тут просто, я же это, блин, самый умный, поэтому переделываю под себя все это время. Потом бы в перерыве поправил. Да все, я все поправил. Тебя лезать? А на самом деле? Да нет, я же сам. Сами с усами. Вот такие камушки, смотрите. Там были алтари другие, а здесь вот есть вот еще вот такие, которые в разы сильнее улучшают, усиливают там и так далее. А, да, кстати. Здесь более мощные. Вот. И что-то еще. Я помню, хотела сказать, отвлеклась на тебя. В чем прикол еще? А, читала. Сейчас великие порталы можно закрывать бесконечно или на время при этом за доп. плюшки. Великие порталы, в принципе, можно закрывать бесконечно. Можно закрыть глаза на этот таймер, но вы не получите плюшек, да. То есть, если вы не уложились в таймер, вы портал закроете, но бонусов не получите никаких. Ну да. Но при этом, по-моему, дадут осколки и даже награду, но именно без бонусов. Это как-то коротенький этаж. Карты формируются, по-моему, рандомно. Мне нужна эссенция. Мне нужна эссенция. Оказывается, еще и разделенной запятой приходят цифры. То есть, единица, запятая, три ноля было. Из-за этого округление стандартно сломалось. Вот. Но я сейчас пока просто сделал удаление запятой. Точнее, всех запятых. Еще один момент, что... В режиме переключения в порталах вот дают больше опыта. То есть, здесь прокачка идет быстрее, чем, допустим, в режиме компании. Да, кстати. Этот враг умрет. Очень больно, между прочим. Да. Но мы второе истязание, о чем? А Генри, Дин, большое спасибо тебе тоже за донат. Долгих дней и приятных ночей. Хотел заключить с вами пари на следующий зон в Диабло 3. Интересует? Нет? Пари? Пари на что? В смысле, я не очень понимаю. В чем соревноваться что-то? В чем-то в смысле? Ну, можешь озвучить, только ты в чатике напиши. Зачем ты каждый раз... О, ты мне перчатки выбрала. Понял. Через донат ты пишешь. Ты же можешь просто в чатике написать. Мы читаем сообщение в чатике. Ну, вообще, вряд ли мы будем на это соглашаться, в любом случае. Потому что мы можем до следующего зона от Диабло просто даже не добраться. Так, а что за перчатки мне упали? Я думаю, они в любом случае лучше мои. Нет, я такие вещи не люблю. Пари это, типа, на слабо берет, да, товарищ? Ну, что-то подобное. Нет, мы как бы... Мы можем поиграть вместе. Это, конечно, не вопрос. Но сколько таких желающих будет? Вот, допустим, я знаю, Сырка много хочет поиграть. Еще кто-то писал, что хочет поиграть. Нет, но мы же не знаем, на пари какое. Может, он нам там вызов сделает, типа... На скорость. На скорость, там, или еще что-нибудь. Докачаться до какого-то уровня. Опять же, да, это может быть физически невозможно. Мы просто не выкроем столько времени. Может быть, не пари, а парти? Да нет, ну, по-моему, тут пари, по-смыслу. Носедовые шмотки, кстати, они... Вот, видите, они по статам хуже, чем просто... Смотри, там эти с цепями бегают, осторожно. Поэтому... А, зажали, зажали. За смерть персонажа каких-то особых штрафов не дают, то есть... Починка. Опыт мы не теряем, теряем только в починке, да. Причем, сейчас, по-моему, починку сделали дороже. То есть, чем круче шмотка, тем дороже будет стоить. Ну, допустим, вот на великом портале смерть достаточно сильно влияет, когда ты прибегаешь на время. А, кстати, да, там, да, это очень сильно влияет. Во-первых, ты теряешь время. Во-вторых, тебе еще и полоску, по-моему, снижают. Значит, полоски не помню, но там очень нежелательно помирать. Пока вызовешь петов своих, пока-то там какие-то, может быть, стаки какие-то были. Все скинется, все это. Куб Канаи, нет, мы еще не забирали. Мы вот сейчас пройдем портал и пойдем, наверное, на ту локацию как раз. Сделаем пять локальных заданий на сезонку. Там как раз, где Куб Канаи. Ай-яй-яй, как больно-то! Я там еще кого-то нашла. Хе-хе. Молодец. Вот эта каша. Да капец! Недостаточные эссенции. Да, блин. Не подайте к вам вообще. Это пока не готово. Да хватит меня бить. Мы живые. Мы выжили. А то, что полоску вот эти кругляши дают, ты говорила? Я не помню. Я сейчас, подожди, я немножко тут постою, почитаю там. Световые шмотки с какого момента дропаются? Они могут падать, по-моему... С 60-го начинаю. Я, правда, не уверен насчет того, что... Не все. Не все сеты, по-моему, падают. Да, да. По-моему, бежа, по-моему, может упасть. А вот насчет вещей я не уверена. По-моему, только с 70-го. Копилка? Нет, не на слабого, а челлендж. Со мной не надо играть. Я на PS4? Нет. Все просто. Пройдите. Все 8 глав следующего сезона с меня в бумажках с Ярославлем. Нет. Во-первых, на деньги мы точно не будем. Какие-то... Это для нас не стимул, как говорится. Ну, именно в этом плане. А во-вторых, 7-8 глав. И представляете, сколько... Это деморой. Это время не займет. Нам надо просто на канал забить, и все. Он когда-нибудь никаких не лицеплеев, ничего. Мы заранее, короче, нет, не осилим это как бы факт. То есть это себе может позволить человек, который... Ну, то есть, который вот именно все внимание уделяет только дьяволу. Не, почему? Оно, в принципе, делается... Ну, нам надо каждый вечер тогда будет сидеть, но... Ну, да, именно. Я просто... Лично я уже устану к этому моменту играть. Скорее всего. Я не могу так долго играть в одну и ту же игру. Даже с перерывами боюсь. Так что бумажка с Ярославлем пусть остается у хозяина. А что за бумажка с Ярославлем? Ну, какая-то купюра. Нет, это я понял. Я думал, ты знал, а я же. Я? Твоя смерть близка. Я не помню, на какой купюре какая. Ну, так я вот тоже. Картинка. Я как-то к деньгам так спокойно отношусь. Мы в основном карточек пользуемся. Поэтому деньги, наличка в руках очень редко. Тысячи пишут. Тысяча, понятно. Понятно. Ночь примет тебя. Единственное, по-моему, вот, когда нам приходится наличкой пользоваться, это когда мы в одном из наших магазинов заказываем котам еду. Вот они там... Еду наполнитель. Да, ну... Для животных, короче, магазин. Ага. Они карточкой не принимают, берут только наличкой. Да ё-моё, ну что такое-то? Откуда столько жёлтых, синих всяких? Ты их не сыщешь вообще, в том с огнём. Причём, нам сейчас это не очень крупное стисканитое. Вечный цикл! Мы, конечно, не умираем, но... Я не могу этого сделать. Если бы это был великий портал, мы бы не прошли его. Да, мы бы застряли там. Очень натужно идёт. Мы бы, в смысле, прошли, но таймер бы не уложились. Ну, вот, возможно, сейчас мне есть смысл взять какое-нибудь себе войско мёртвых, там, я не знаю. Или что-то такое. Чтобы этих жёлтых убивать нобыстрее. А, он у нас всё-то размножается. Ну ты вовремя очень. Ты посмотри, какой пришёл. Босс, кстати, призывается рандомным. Я не могу этого сделать. Ать, 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 ать. С недавнего патча, не то чтобы совсем с недавнего, когда, позапрошлого сезона, что ли? Или пару сезонов назад. Боссом ввели ещё некоторым дополнительно, вот, миньонов. Не у всех раньше было. Ой, они такие некоторые противные стали, конечно. Сейчас, по-моему, у всех есть призываемые недостаточные эссенции. Ээээ... Камень Великого Портала, две штуки аж выпало. То есть, всё-таки... А, нет, ну, правильно, со второго уже, значит, за ней есть шанс выбить перегруз. Второй камень. Но... Я не смогу нести так много. ...желавших отточить свои боевые навыки. Они храбро сражались с врагами в местах, явившихся из тёмных глубин их памяти. Мы принадлежим к могучей расе, но мы ничто без боевой закалки. Если ты хочешь стать такой, какой тебе было предначертано, выдержи испытания и займи место среди нас, которое принадлежит тебе по праву. Всем привет. Ой, в смысле, всем привет, привет, привет. Я не смогу нести так много. У меня выпал предок. Я чё-то упала там, да? Странный мечик, но он с гнездом зато. И он повыше урон имеет, чем моя штука сейчас. Так что меняю. Пора выпрощаться. Печалька. Чуть ничего не попадало. А, можно уже сразу сдаться, кстати. Ты прошла испытание. Ура. Портал ломания. Портальная гонка. Это за сколько мы успели? А, это на втором стезоне или выше пройти. Понятно. Ничего особенного. Ну, на самом деле, этот страж как-то быстро умер. Обычно, вот на высоких уровнях, вот с этим вот, на больших ногах, там, так задалбываешься, так больно бьет. Милишникам особенно тяжело. Может мне оставить это все-таки бонус, вот этот, 300, 400% урона от оружия. Хотя влияет ли он уж так, прям, и ДПС оружия сильнее влияет, по идее. Так, что у нас получается? Мы закрыли портал для первой главы. В принципе, желтые шмотки, наверное, уже можно не смотреть. Нам нужна третья глава. О, как раз на руина Сичерона, Саш, есть локалка. Почему нам третья глава нужна? Нам третья, да, нужна? На куб, да. А, точно. Сейчас. Ну, кстати, вот, если вы заметили, то уже кровавые осколки нападали 60 штук. Так. Давай я сюда буду комплектные шмотки, что я не знаю. У кого-то 60, а у кого-то 59. А некоторые, я смотрю, 61. Чего ты не договариваешь, 60? Я округлил. Хотя честно. Хорошо. Так. Скакали. Получается, третья глава. Можно, в принципе, сразу туда идти. Руина Сичерона наверх. Правого верхней. Ага. А, прикольно. Ну да, не надо будет специально туда идти. Может, за милишника игру пройти. А то, если так подумать, то я только в далеком детстве играл за варвара. А так все дальнобойные были. Если это про Диабло 3, то да. Да, варвар здесь. Им прям круто играть. Прыжок в толпу, вихрь там, я не знаю. Ну, в смысле, левок. Книжка. Ага. Ваал захватил Сичерон. Но мы будем сражаться до последнего вздоха. Ведь мы последняя преграда на пути к священному Ариату. Клянусь кровью Булкатоса. Мы дорого продадим свои жизни. Ага. Это, кстати, если меня память не изменяет, это все к событиям Второй Диабло имеет отношение. Руины Сичерона, это же, по-моему, даже локация из Второй Диабло. О, на ее записи будут тыкать. Это был Бородный Златник. Сколько там нападало? Это как в копейки нападало. И я уж решил было, что мое положение не может быть хуже. Однако затем объявились ледяные дикобразы, которые принялись беспокоить меня по ночам своими иглами. К несчастью, я седу в клетке. И даже не мог запустить в них по шмакам. Че говоришь? Захватить арену Хазара. А. Ой, тут это, воительница. Такая музыка боевая. Я просто обычно сам для себя играю с музыкой такой приглушенной сильно достаточно. Потому что на фоне обычно либо что-нибудь свое играет, либо что-нибудь смотрю, либо еще там что-нибудь. В процессе. Где было вообще в плане того, что, допустим, что-нибудь смотреть и делать, параллельно гриндить, подходит неплохо, сложится, чуть пониже поставил, чтобы без особого проблем все было. А, ты ее одна что-то бьешь? Да. Нет. Ну, я там немножко помог. Ненавижу вот эти места. У меня все время паника, что я попаду под эти лезвия. У меня игра все лежит вот подобно, ну, только там от первого лица, с подобными ловушками там надо их всячески обходить. Вот. Все хочу глянуть, никак не получается. Мне пригодится свежий труп. О! У меня еще что-то выбило. Да елки с палками, чтобы не было что-нибудь. Нет, конечно, еще не разу, да. Этот брат милет. Тут с цепями, товарищи. Какой класс здесь самый сложный? Сложно сказать. О, это прям для меня. Пожирание восстанавливает дополнительно. 85% эссенции. И здоровья. Наверное, для каждого свое, допустим. Кто-то, если больше любит... Ха, интересно. За дальний бой играть. Ему в разы будет сложнее за милишника. Я не очень люблю... Демон Хантера. За Демона Хантера, да. Я вот не очень люблю с него. Я за него тоже. Совершенно. Не знаю. То есть, он вроде бы неплохой. Мы даже ради интереса докачали до 70-го. Собирали комплекты. Мы как-то... Все равно не знаю. А кто-то, наоборот, любит вот за них бегать. Я это, слетаю сейчас, вставлю камышку. Хорошо. Пока, наверное, на здоровье ничего не буду делать. Чтобы все это в урон. А, мне нужно сделать еще. Паспорт. Кстати, вот на камне основное количество денег поначалу тратится. Просто нереальное количество денег сначала сливается сюда. Ну да, поначалу в плане денег достаточно сложно. Что-то еще хотела сказать. За Монаха вот мне нравится. Прикольно. Но опять же, вот у меня каждый раз, когда я играю за Милешника, у меня паника начинается. Особенно если это высокий уровень. Я... Если слышу вопль Гоблина, я паниковать начинаю. Особенно если это такое для дьявольщиков известное явление. Массово в Гоблинах это все. Я прям в расстройстве. Я понимаю, что я всех не поймаю. Кстати, если кто-то будет играть за Монаха вдруг, но при этом уже знаком с сюжетом, и ему, собственно, озвучка не так важна, там, русская, я очень рекомендую послушать английский вариант озвучки. Он прям, прям вот, не знаю, шикарен. Так. Мишка. Канаи, это как раз вот куб Канаи мы будем искать. Золтан Кун нам дал задание на него. Я прям... Так, а что у меня подвисло все? Эй. Алло. Стрим-то хоть работает? Стрим вроде работает. Или висит? Хватит меня бить-то. А вот дьявол висит. О, отвисло. Офигеть, что это было. Может, ауру себе просто поставить на это пожирание трупов и все? И не париться? Милишники могут гоблинов догнать, но это постоянно будет гонка. Ты догнал, один раз ударил. Догнал, один раз ударил. То есть есть варианты их замедлить, но они очень плохо замедляются. Так, ну тогда мне нужно что-то такое, что я буду делать постоянно нон-стопом. Угу. И без восстановления. А, ну я могу спамить этих скелетов магов, кстати. Некромон так окружает ауру. А голем мне тогда зачем? Может, мне вместо голема взять? Хотя... Ай. Ну-ка, попробую царство мертвых. А нет, вот армия мертвецов. Ага. Очень некоторое время наносит урон ближайшим противникам. Дааа. Ага. Ну, черт, жалкое зрелище. Это про милишников, я так понимаю. Я чародейка, это на... Если задние два не могу гоблин заколотить, а если еще по одному точку, одеваться надо. А, кстати, можно нам показать, какие тут топы есть. Это как раз вот фишка режима приключения, Shift L. Shift L. Ну вот у нас, допустим, среди монархов... На каждом сезоне, как бы, идут топы. 117 уровень 3, за 14 минут. Можно причем даже профиль посмотреть. Угу. Посмотреть, какие он навыки использовал. Во что он одет. Какие у него свойства куба стоят. Про куб мы еще покажем. Ну, в общем, вот так вот. Круто. Ну ладно, я не хочу смотреть. И так на каждый класс можно посмотреть. На каждый класс и даже на патьки. Да, до этого есть и трио. Книение и тлен. Так, до задания мы почти дошли, но нам еще потом надо быть на тысячу до кубу перейти. За кубом. Ну, прикольно с этой аурой. Трубу пожирать. Она сама автоматически жрет. Да. Я справлюсь с этим. Так, тут где-то элитка вылезла. Я не знаю, что это вылезет. Моя ругается. С какой стороны-то она? С левой стороны, что ли, была? Ты пока с дальней или в миле? Нет, ну, у меня аура в миле работает, но я с дальней, а так и все равно. Так, ну, мы пришли, мы на месте. Бей в барабаны. Ой-ой-ой-ой. Зато, опять же, у монаха, вот, к примеру, выживаемость очень хорошая. Из-за ауры, из-за... Вообще, из-за своей летости, то есть... Опять же, у латников, вот, у хрестоносца, у вара тоже и хп больше. Не хп, брони даже, наверное. Допустим, вот тот же будет мой персонаж. Достаточно, ну, дохленький. Это еще зависит, конечно, от собранного шмота, от бонусов на комплектах, от обилок, там, от рунок используемых. Есть кое-что там на броню, там еще на выживаемость, но все равно. Есть разница. Опять что-то выбил? Ну да. Я, наверное, тебе отдам. Не надо мне, ничего. При убийстве нежити герой исполняет 4% от недостающего здоровья. Не, ну он неплохой. Слушай, давай я тебе заберу. По смысле отдам. Климанджария, спасибо тебе большое за рисап. Третий месяц подряд через тир-2. С новой монеткой тебе. Жалко, они на тиры не сделали еще отдельные монетки. Ну, в смысле, возможно, заливать. А-а. Спасибо. У тебя что сейчас вообще в руке? У меня сейчас... Я что-то тебе говорила, я выбила. Горнила. А, ну то ты его не снимешь, да? И не хотелось бы, по крайней мере, пока хуб. А сколько у меня ДБС у тебя? О, что-то упало. Первое, первое. Первое упало с режима приключения что-то. Кольцо. Сколько у тебя ДБС нагарнили? Сейчас. Я не могу тебе поспазать. 3 500. А, ну тогда тебе смысла... А что там у тебя? У меня просто булава. Ага. Так, кольцо упало. Я сразу буду показывать, что мне падает, чтобы не было вопросов. А, вон человек пишет, что милишники по дефолту получают... Да, 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 да. Я просто пыталась вспомнить, по какому принципу они там. А у них идет порезка. Точно, точно, точно. Правильно ты говоришь? Угу. Не самый плохой вариант в плане статов. Я даже еще не рассматривала. Можно восстановление в секунду заменить, допустим, на крит или на гнездо. Но лучше на крит. Ну я в любом случае сейчас поменяю на желтое. А можно вообще не париться пока что. У меня желтое. И оно в любом случае хуже, чем вот это вот. Хотя... 0.7. То есть на 0.7 урона я потом попробую точнуть его на что-то. А мы сказали, да, что мы задание-то как бы сделали. Мы просто болтаем столько много сегодня. Мы вообще потерялись. Нам дальше идти на следующую локацию? По идее, нам надо идти на следующую локацию. Не по идее, нам нужно идти на следующую локацию. А куб кто будет делать? Мы на куб и идем. Ну так нам нужно делать куб, а не на следующую. На следующую локацию. Вот на этой локации нужно перейти на следующую, чтобы выйти на нужную локацию, где куб. А, ты в этом плане? В этом плане. Я думал, ты по квесту на следующую локацию говоришь. Я так думаю, здесь можно поставить даже, наверное... Только бы вот найти где-то переход. Вот это даже получше получается. Странно. Кольцо, конечно, все равно так себе. Больно же? Че держишься-то? А, каким я могу себе лучше сделать? Я переход нашла. Я переход нашла. Ну что, вот это? А, нет. Нет, все правильно. Все правильно. Опа. Вот этих терпеть не могу. Опа. А, бесят вообще. А, бесят вообще. Закапыванием, выкапываниями. А, с вами этими паразитами, которые в них живут там. Тебя погубит слабость. Тебя погубит слабость. А, бесят. А, бесят. Тебя погубит слабость. А, бесят. не зайдете заново в игру то есть гоблина не будет вроде пофиксили же это пофиксили разве по-моему это разве ошибка какая-то была портал теперь закрывается после того как ты из него вышла переделали ну я не могу сказать пофиксили скорее переделали даже систему сейчас же портал после того как ты из него выходит закрывается через время ты имеешь ввиду простой этот портал вообще любой портал на гоблина который с гоблин и не с гоблин без разницы я вообще в целом говорю что гоблин может быть один на одной локации разве единственное что может кто это это не баг был это просто так есть единственное что может вылезти еще мистер злодень что ли он выпрыгивает просто он не привязан по моему к какой-то локации поможет вылезти в любом месте начать гадить вызывая монстров раскидывая добро а ну вот еще есть алтарь бандитов алтарь бандитов это вот что-то вроде камушка под который с которых мы получаем бафы и при нажатии на такой алтарь из него начинает высыпать гоблины толпами да их пойди всех поймай конечно так ну это карма скелетов тарканок ты что ты путаешь вот я тебе точно говорю что вот если ты идешь вот мы сколько раз ходили вот если мы уже встретили гоблина то это спокойно можно перемещаться дальше и не искать его тут другого уже и не найдешь поправьте меня если кто-то в курсе это я ошибаюсь сейчас может быть что-то переделали я может быть не в курсе не по поводу гоблина наверное так есть тебя погубит слабость я как-то не верю что это на одной локации стоит от трех гоблинов может переходил на другую какую-то а какой я спрашиваю это 5 мы его не играли поэтому никак не относимся тебе не место в этом мире а недостаточной эссенции ну прикольно неплохо идет так вы встретили есть такое явление вот 40 она попишет почему тогда 3 больше должно быть есть такое явление бывает идешь тебя ждет маги слышать хи 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 х но по локации не совсем по уровню допустим с натягом у тебя идет вот тогда печаль вселенского масштаба про пое вдохнули потому что нам нас на каждом стриме про него спрашивают поклонники по и начинают там и либо спорить либо рассуждать что лучше диабло или пое мы пришли ага туда вот не куда и прекрасно с его помощью мы сотворим великие дела о послушать можно мои братья харадримы использовали этот куб в своих самых сложных ритуалах но осознав его потенциал стали бояться сокрытые в нем мощи глупцы они спрятали его подальше от посторонних и даже моих глаз и создали куда менее мощный инструмент под названием харадримский куб который использовали затем долгие годы но вот я как раз сейчас рассказывал по поводу вот пишут мне про много гоблинов что вот есть такой шанс это вообще в режиме приключения это не только по моему нефалемских порталах есть я просто на локациях встречал таких именно в режиме приключения с дорогу не будет стоить своим затем сразу выбить слот а не с этим покажем дарти а подожди не так и только там с меня дорога будет дорого то шанс чем шанс то неплохой просто это конечно было бы круто комментарии я не поклонник просто мне интересно стало ваше мнение я не слышал у нас ну мы не можем какое-то сделать вернее сказать какой-то вывод сделать потому что мы не играли нам сравнить как бы не с чем у нас как бы вот мы в дьявол в дьявол играли нам нравится и какого-то смысла переходить на поле и смотреть там даже желание не возникало а сколько у тебя дпс но вот урон было интересно где семьдесят пять тысяч где побывали вы с нефалемом я так много я там что-то очень круто включениях сли и декардом каином я чувствовал себя так как будто все спрашивал тогда если только не похвалиться хочешь суровые времена тот просто диалог еще шел у меня четыреста сорок шесть тысяч но я говорю понтанулся хочет какой может быть еще мнение на этот счет у меня я один не знаю что такое это ваше пое стоп пилар соф-этернити нет пое пачо фоксайл пачо фоксайл имеется ввиду подпоя обычно это такой клон диабло 2 который впоследствии вырос в свое совершенно другое то есть он очень близок именно к диабле 2 именно стилистически графически даже не знаю там механиками но при этом то есть вот раньше он прямо он диабло 2 1 в 1 сейчас там очень много своих крутых механик ну из того что я видел то есть его уже нельзя назвать именно клоном диабло 2 он превратился в самостоятельную игру да говорят очень круто ну мне не знаю по геймплею визуально то что я видел не очень как то прям не появилось желание вот я хочу поиграть но в принципе попробовать наверное все равно стоит конечно когда нибудь может быть и попробуем как то так вот у нас короче кубка най появился теперь мы можем разбирать легендарные предметы снимать с них вот эти оранжевые приписки то есть можно даже смотреть вот если видите вот ромбик у приписки такой пустой как бы значит у нас ну это не приписка это префикс называется то есть если этот префикс у нас уже есть то ромбик будет полный желтенький вот как чуть выше у опыта за монстров просто покажи список весь как он там выглядит внутри сейчас покажу то есть ну вот любой вот этот префикс можно снять у комплектных вещей префиксы их по-моему вообще нет этих префиксов и они не снимаются не помню точно можно дальше нажать и вот список всех предметов легендарных тут есть то есть можно даже заранее посмотреть и придумать что ты хочешь выбить хотя смысла в этом особо нет всего три слота у нас оружие доспехи причем в доспехах то есть это наручи перчатки нагрудник штаны ботинки голова это все вот все сюда в один слот то есть можно выбрать только один префикс дополнительный и соответственно бижутерия различная здесь тоже амулеты и кольца тоже есть весь список все что может выпасть но я показывать не буду смысла не вижу ну вот комментарий я играл и в поя и в диабло 3 поэтому могу сказать что у этих игр есть свои плюсы и свои минусы единственное что может привлечь всех это то что поя бесплатно ну вопрос еще как там реализовано это бесплатность наверняка же там какой-то донат есть ну судя по тому что он достаточно популярен наверное там достаточно грамотно все сделано каким образом мы разбираем легендарки нужно набрать по каждому вот этому уникальному ингредиенту с кубик кубов которые как раз падают а с сундуков точнее которые падают за выполнение вот всех всех пяти приключений в каждом акте то есть надо в каждом акте пройтись сделать по пять приключений ну о чем я говорила то есть есть какие-то ингредиенты привязаны к определенной локации в голове чем выше истязания тем больше их дают соответственно и дыхание смерти ну дыхание смерти падает у нас сейчас желтых и синих достаточно стабильно чем выше истязания тем более стабильно оно падает и тем больше может упасть вот ну короче на данный момент у нас значит теперь остается делать все эти приключения в общем то после этого ну вот говорят что там в кое донат декоративный а ну круто это правильно когда делается вот именно чисто декоративный допускаю какие-то небольшие бонусы в виде там увеличение сундука или слотов под персонажей убить врагов на первом уровне башни обреченных сорок штук купите галаша это то есть прямо здесь это даже не на второй уровень тащиться а в диабле в принципе вот этот режим приключений пилится постоянно а подожди так они просто у меня дамажит в радиусе каком-то стоят и все а я даже не обратил внимание не я так не хочу пусть они стреляют о чем да я про своих скелетов ну тогда пусть будет сплет а бой это враг умрет у меня талант какой-то был кстати на урон со скелетов я вот не помню чем больше скелетов тем больше я дамажу или нет такого я не знаю он сейчас глянул находит а теперь а хитренький какой а у тебя тоже есть такая штука ну похоже а кстати вот это мне можно убрать вообще да блин кто меня бьет не хватает эссенции я там пассивка старый еще стоит затраты эссенции на применение пилите скелетов и при установлении умения победитель големов уменьшаются в течение четырех секунд после спальня у меня некромант на терять строку круто ну а а нет наоборот это броню можно повысить но можно вот это на скорость пока взять или вообще вот это на сферы здоровья чтобы выживать был проще не знаю наверно вот это может пока взять буду бегать быстро портуси ко мне дождя тут у всех убил уже там был сразу ко мне это может зашла я знаю что на скорость таки увеличиваются я же сделал специально за этого это пока не готова а ты понятно книжка просто я поэтому стою много веков назад король корсик возвел бастион чтобы оградить страну от воинственных варваров с севера год за годом терпя поражение король в отчаянии решился отправить на север целую армию чтобы раз и навсегда покончить недостаточной эссенции из того похода не вернулся никто где все-то куда-то пропали я ничего не понимаю но на второй уровень таки можно пробежать на скорость туда антон романа что за неадекватность хватит зависать в менюшках играю же что ли то есть навыки перес перераскидывать не надо что ли или как мы без него не разберемся что вам делать видимо конечно не можно вообще даже не переодеваться и играть давай кто действует сейчас включить сама слабую сложности не парится общем то чем я не могу уйти отсюда почему я там стою странно чем тут а на второй уровень понятно просто но как бы эта игра такая здесь нужно нет можно конечно тупо по гайду следовать и ничего не не разбираюсь просто ставить как можно следовать по году если ты еще не вещай ничего не набил тебе же приходится приспосабливаться под то что тебя падает ну в теории улучшать себя пытаться билд улучшить из того что но исходя из того что у тебя есть вообще нам вниз и вообще что манера такая нам вниз вообще показывают ада вижу твоя смерть близка тупо 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 что это получается знаешь как из разряда зачем вы разговариваете со всеми неписями не читайте задание бейте давайте ну да да с той же опера чик чик ой самое сложное у нас будет это пожалуй наверно босс забивать на каком-то там остязание определенным Неадекватность это мы, оказывается Молодец, до свидания Тебя тут никто не держит Ты прикольный Обожаю таких, как ты Всеми фибром и души Просто Стражник, но пустой Саш, тут Эбин Мне нужна эссенция А мне нужна эссенция Где эвент? Я вроде рядом Вот здесь А, давай Что сделать? Не знаю пока Всех врагов убить А, ну это легко А, все? Я думал, там был бы пачки вылезать Нет, ну там написано же было Просто всех врагов И волн никаких не указано Обычно пишут Либо опять волн выдержать Либо Еще что-то такое Сто-сто врагов, допустим Набить за какое-то время Придалеко? Заблудилась Я стала опытнее Лично я вообще Самая неадекватная Это что? А сколько у нас вообще? Час 16 А, ну то есть еще пока Время не дофига до перерыва Нет, мы примерно так же Где-то от часа и часиков 8 перерывчиков сделаем И потом часиков до 10 Было бы круто успеть Голову 3, наверное, сделать Я вот допустим пока Даже никуда не хочу В плане Ну в плане там на перерывчик В этом смысле А, ну да Мы там сбегать Чего-то поделать Ну да, хорошо идет Согласен А Шурик вообще неадекватен Особенно, когда Не выспится Чего ты на меня тут Выговариваешь? Ну да А чего? Ты не согласен что ли со мной? Это ее самоадекватность Воплоти Вот так и живем Он самоадекватность Я неадекватна А нам тут всех убить надо Чего сделать? Всех убить надо Я просто не читаю квеста Так нам на втором уровне Убить надо все А мы уже на втором Нет? Очень Ну там мы уже на втором Что ты меня путаешь? На втором, да? Да Сейчас вот, кстати В последних апдейтах сделали Что теперь видно Хоть недостающих противников Отлично А ну точно Мы же заходили Чего-то я Влеклась Куда дальше? На Гробора палача? Пойдем У нас тут осталось Гробор и А цедей, наконец Цедей, да Напоследок Ну да Тоже елку поставил Да многие уже поставили елку Я вон в окошко видел В соседнем доме Уже там гирлянда Светится Позавидовать вам немножко Вообще по ощущениям Можно даже истязания повысить Не хочу Ну да То есть у тебя пока слабенько У меня по ощущениям Знаешь Не очень По ощущениям Ты нет Нормально Ты вроде справляешься Ну это вот С дохлым Совсем справляюсь А с остальными Не очень Как-то получается Ай Прям побалде Засада Да Тебя погубит Слабость Ах ты Создаю армию лучников Недостаточной эссенции Круто Походу елку никто не поставил Все молчат Хе-хе Ну у нас сегодня еще Не так много сидит Вчера По крайней мере точно Кто-то ставил Ать-ать-ать Самоубийца Да Повесил в комнате гирлянду Включаю В глазах все мигает Надо будет хотя бы гирлянду Повесить что-ли Ну да Но я в прошлом году Кстати развешивал Минимально Чтобы хоть какое-то праздничное настроение создать Наоборот Люди полностью Прошедший черед Не могут быть адекватными А ты что получается не полностью прошел Да В отличие от меня Это ты адекватен Хе-хе Ну получается что так Тебе не место в этом мире О 125 мы уже набили Гробер в палач Все таки Диабло Знаете Это такая игра Я не знаю Насколько Интересно Неинтересно Смотреть Но Самому играть В нее гораздо интереснее Я так вот наверное скажу Да Она Для именно такого Сел и затупил на пару часов Чайку налил И пошел монстряков месить Я говорю Она идеальна под что-то такое То есть Либо просто настроение такое Потупить Посидеть Либо Либо Вот еще Вариант хороший На Много Клавишную мышку Забить диабилки И вообще сидеть В одну руку В одну руку все делать Ну я вот сейчас так и делаю В одну руку за головой Ай Ай Меня там зажали Надо обилку ставить Эту которая Которая Позволяет уйти от этого И не сдохнуть А как-то мало урона получается Странно Зажался Александр У меня вот просаживает хорошо Периодически А у тебя как-то мало урона А как же Фат Там не фейт А фат Принцесс Ну она-то нормальная Фат Принцесс Она такая Не сильно напрягающая Вот черед Я как вспомню Как мы вот эти вот Дописывали уровни Помните Или был какой долгий До оставшихся До пройденных Это же караул Сколько там нервов Сколько там Седых волос Получено Это же Ага Не вышептать просто Да и саморосты А че мы бегаем Для адекватных Нет ничего Не бегаем Пошли на ЦД Были ли случаи Когда Сашу красили Губы или волосы Но губы я не красил Никогда Волосы по молодости Красил Пару-тройку раз Сейчас просят Какой цвет Я даже не знаю Что на это ответить В разный В разный Был даже Один случайный цвет Неожиданный Мне нужно Так нам нужно На второй уровень А вон туда Получается Это против Часовой стрелки Против часовой Ну вроде как Ну вроде правильно Идем Почему вот их Эти печи Не дамажат Так нечестно Павел Как правильно Прочесть Зогов Да Ага Жогов Наверное Жогов Так вот почему У вас 70 ботов Стрим смотрит Неадекватность Дает о себе знать Как ваше Ботовское здоровье Как поживаете Как себя чувствуете Черный красился Да Такой темно-синий Красился С розовым Кстати да Угадали Было такое Как раз вот случайное Это было Не совсем осознанно Насколько я помню Да Случайный как раз Свет Как угадали то Там химия на химию Дала себе знать Получилась такая фигня Потом перекрашивался В нормальный цвет По моему в итоге Родной что-то Или что-то близкое К родному Получилось А где сам-то А вот О Пояс упал Угу Отлично Такой простой Так Сейчас Ленкану Ну Он простой такой Ничего пока Интересного У меня не падало Да Ну Огненной бомбой Кстати ты пользуешься Что уже приятно У меня минусов Больше чем плюсов Да Конечно Тебе нужен Такой плюс? Нет Ну мне бомбы Переделывать Уменьшение Время Ну хотя Не знаю А слушай Надо было набор Набороться Таки в ту сторону Что-ли Да нет По-моему Все правильно Да Я почему Эту локацию Не люблю Тут всегда На круг Сделать Чтобы спуститься Это невозможно А к нам спускаться А к нам спускаться А что у нас перегруза До сих пор А все Перегруз Может это Разгрузимся Или у тебя там нормально Только Два места Ну давай разгрузимся Возвращаюсь В город Я не хочу Что на этих Снимать Языки Окей А там Лиска Ой Лиска Тишка Поэта Постанал Немножко В доту Играл Немножко Совсем Правда Еще до Того Апдейта Где они Там Много Чего Переделали В принципе Персии Я даже Первого Проходил И Каких-то Из следующих Частей Играл Но Не помню По-моему Не проходил Погнали дальше Да А слышали Будет переиздание Devil May Cry Пошли Куда нам надо Зачем-то Я просто смотрю Да кстати Вчера в дискорд Клинули новость Вот и повод В общем-то Пройти Первую Вторую Третью часть Насколько я понял Их нам перездают Причем На ПК На Плейстейшн Четыре И На Xbox Новые Круто В Devil May Cry Я только Третий Играл Прям очень Понравился Ну там Персонаж Такой Полоритный Прикольно А еще Вчера видели Трейлер От игры От новой игры Заанонсили вчера А да Вчера же это была Gaming Awards Там награды всякие вручали Плюс анонсы были новых От создателей Итан Картера Итан Картера Шутер Fire Witch Что ли Witchfire Не помню точно Шутер То есть такой Технофэнтези Технофэнтези Да Прям понравилось Очень Ты мне перебил Так и не Я так и не договорила Теперь сам договаривает Про игры Про этот Странный Какой? Ну который Мост нам взорвал А Death Stranding Или как он там С этим Не помню Как его зовут Этого актера Короче Новая игра От Кодзимы И новый трейлер Просто мозг выносит Конечно А в Discord Кстати кидались Сегодня я видела Да Да Мы вчера его смотрели Кстати вы знаете Сколько Кодзиме лет На самом деле Я справлюсь с этим Если конечно Кто то знаком Вообще с Кодзимой Вот мне просто интересно Без гугла только Да там все Ну уже полезли все У меня постоянно Солнца не хватает 3049 Нифига себе Размах А чего не 3060 Тогда Короче Если Если по Вике Ему 54 года Хотя 54 года Мы нифига не дашь Нифига не дашь 54 54 Вроде Он так положал Выглядит Прямо удивились вчера Нереально На вид Лет 30 Наверное Ну не 30 Побольше 30 30 Копееками Максимум 30 Кстати в приключениях У все катсцены Они такие Пропускаются Через черный экран Просто Ты можешь больше Ты будешь Молить О пощаде Сейчас Жду не дождусь Когда Не понял А у него Брали этих Пазы Что ли Просто быстро Убили А просто молодцы Вот Глава 1 Завершили Камушки Денежки Мало Правда В основном Камушки Пора возвращаться Так Давай Лагерь Вот у нас Тироэль Теперь дает Квест Ну точнее Не дает Он дает Награду За Портал Ой за портал За то что мы Все поручения сделали Твои деяния Должны быть Это локация Да Возьми это Здесь ты выполнила Все Все О мы еще и глава 3 Что-то там сделали Это там Где нужно Ух ты Фига эскизов Теперь вот так вот Да Но мы же не получали Мы раньше Когда делали Проходили Нам периодически Эскизы падали Там еще что-то А мы же на компании Проходили Нам ничего не падало Это вот в основном Кстати эскизы На низкий уровень По моему Да Да Сейчас они нам Не особо Полезны Какой-то еще Неизвестный предмет Шея А это змея Как ее Не помню Ну что-то такое Да-да-да А нет Подожди При попадании По противнику Может наложить На него Заклятие Чинение Противник Находящийся Под воздействием Заклятие Получает На 35% Урона Больше Ну он такой себе Амулетик Конечно Не крита Не урона Дополнительного Но префикс Забавный Ну вот Подожди А нам ничего не упало А почему Нет Сейчас падает Шесть штук Нет Я просто Почему-то не увидела Цифру 6 Можешь показать Где она Вот здесь Видите Вот это вот Рега Как раз Падала с сундука Да И то есть Из каждой локации Что-то свое Падает Первое Это у нас Получается Первая глава Бабочка Это с второй Главы Ну тут по порядку Вот она Первая Вторая Третья Четвертая Пятая В общем Вот Теперь еще осталось По остальным актам Пройтись И можно быть На портале Приключаться Да Ну как По крайней мере На первое время А так Периодически Надо делать Если что-то Хотим Разбирать То вот так Вот пробегаться Надо Да Да Копилка Почему могут Глючить Сезонные Задания В смысле Глючить Может быть Что-то Просто Какое-то Недопонимание Идет Вообще Не помню То есть Каких-то Глюков у нас Я на первую главу Создайте кольцо Или амулет 70 уровня Трансмагрифицируйте Предмет Угадалки А Слушай Мы же Первую главу Сделали Да Да Можно Вторую Почти Сделать По-моему Полностью Экипируйте Одного Из спутников Трансмагрификация Ну-ка Ну вот Мне Вообще Нечего Делать За Некроманта Так-то Королевская Кольчуга А здесь Вообще Никаких Королевских Нет Предводитель Скинуть Наверное Оно и есть Нет Шлем Не буду Надевать Нет Внешний Внешний Вет Оружие Не вижу Смысла Менять Краску Можно Еще Открасить Черный В четвертом Акте Надо Выбить Гнездо Угадалки Я это делала Пять раз И задание Не засчитывается Гнездо Может быть В каком-то Конкретном Слоте Получить Слот там По-моему Нет Или в оружии Там Именно Но мы Не можем Пока К сожалению Глянуть Ну да Не можем Амулет Кольцо Ну у меня колечки Хоть и на маленький уровень Но даже получше будут Эх Эх Там одного спутника Надо полностью Загипировать Да Ну ярко-зеленым Кто-то вообще в розовой красится Бывает и такое Вы о чем О Все В смысле А я же посохом Не менял Или менял Кол О нет Вот это я вставлю ему Это лучше даже Может быть Это очень такой Жизнерадостный Жизнелюбивый Некромант Что там еще не хватает У нас На О Подожди Вторую главу Завершили Завершили Да Можно уже сумку Вот получить Пару комплект Но сейчас Красота начнется Постепенно Там Будет Привет Кадала Потратьте Кровавые осколки У Кадалы А дальше Один раз Да Убейте Раконота На сложности Мастера Или выше Вообще фигня Раконот Короче Изуал Раконот Нам нужен Изуал Ага Получите Сокровище За выполнение Поручения В акте Один Два Четыре Пять Короче Во всех актах Извлекитель Наконец Получилось Я не знаю Почему до этого Не работал Это потому что Александр Я серьезно говорю У меня вот Не работает Я все делаю Как нужно У меня что-то Сломалось В компьютере Реально Я говорю Саш Посмотри Почему вот так Получается Он поворачивается Говорит Что Я делаю У меня Все нормально Делается Я себя чувствую Дурой Просто Вот реально Делаю Все то же Самое И все Работает Ооо Какие Хорошие Перчапки А так Вот Как раз На третью Главу Нужно Всяк Сделать Мы Третью Главу Прошли Как раз Для Главы Три Ну да Фактически Да Извлеките Легендарное Свойство С помощью Куба Каная Как раз После того Как мы все Сделаем Тебе что-то Укадала Упало Что-ли Хорошее Нет Ах Древняя Шмотка Упала Ну Комплект Ну Древняя Что-ли Че Ты Радуешь Нет Я Не Радуюсь Просто Неплохо В принципе Упало Что Мне Замонит Духа Рахира Не Ну Для Начало Неплохо Вроде Нет Вот Так Так Это Аура Системного Администратора Ладно Только Рахира Сапоги Такие Себе Выпали Это Слишком Дорого Это Вообще Караул Я Я Поражаюсь Как Так Вообще Почему Так Работает Вообще Как Это Так Может Отрабатывать Мне Легендарка Еще Укадала Выпала На Голеники Стерта После Кровавого Рывка Скорость Еще Увеличивается На 88% Очень Неплохо Вот Вот Не Надо Я Ну Я Ж Не Настолько Даун Чтобы У меня Там Я Че Попала Делала И Потом Делала Как Надо Я Ж Делаю Вот То же Самое Все То же Самое У Александра Реально Какая Аура Я Иногда Ему Говорю Даже Смотри Не Отворачивайся Пока Мне Тут Так Что Сделать Прикольно Я Правда Не Уверен Что Мне Все Руны Плохие В плане Зажрался Александр Чуть Чуть Он Зажрался Вот Мне Если Я Вот Это Переделаю Не Можешь Учить Переделать Да Не Все Гистамина Лучше Вот Это Переделать Наверное В Не Забывай Удачи Переменчиво Уже По Срочкой К К К К К Плохая Штука Ладно Похоже Не буду Я Польше Экспертирую Я Покажу Тебе Линканул Просто Комплект Можешь Показать Там Бонусы Расписаны То есть Какой Комплект У меня Сейчас Должен Собираться А Ну Вот Смотрите Не Не Вроде Как Неплохой Комплект Сейчас Должен Быть Да Не То Чтобы Они Вроде Бафф Или Бафф Или Как То Так Какое Максимальное Здоровье Можно Вкачать По Моему Бесконечно Тут Нет Какого Ограничения Сколько Вкачаешь Только Вкачаешь Сколько Надротил Тут Столько И Вкачал Покажи Еще Раз Уровни Совершенствования Чтобы Они Понимали Сейчас У нас Пока Нет Три Вот Этих Соединить Да Наверное Кого Три Соединить А Можно Безупречно Сделать Можно Так Я И Зеленый Могу Безупречно Сделать Тут Такое Парагон Уровни Совершенствования По старинке Просто Называют Раньше Они Так Кликались То есть На английском Прогоне У нас Это Совершенствование То есть Видите Вот Остальные Идут 0 из 50 0 из 50 А Основные Статы 2 Вот Живучесть И Интеллект Они Идут Бесконечно Ну За счет Совершенствования Живучесть Никто не Вкачивает Обычно Вкачивают Основной Стат Да Домажный Ну и вот эти Тоже Если Там Уже За шмоток Все Выбрано И То есть Тоже Неоткуда Взять Возможно Может быть Подкачивают Я не знаю Мы до такого Уровня Не доходили Обычно Ну да Так И Ну тут Придерживается Такого мнения Что чем быстрее Разрывается Тем дольше Ты живешь Поэтому Вкачивают Урон Стараются Хахахахахаха Хочу Что нибудь Более Такое Прикольное Может мне себе Взять Симуляк Вообще Симуляк раз крови дропа тореза не вспомогательные умения а ну кстати почему нет время действует умение увеличивается максимальный запас ассоциации с линком она получает смертельный урон до 10 секунд а так он работает 15 секунд но суть в том что просто они в итоге такой толщины по моему там никакого дамага не хватает но даже вот если взять вот этих вот топу которых скрывает они там уже с натяжкой и помирая и кое-как проходя то есть 14 минут уходит в этом на закрытие портала это уже то есть это уже максимум который могут выжить до последнего все пойдем дальше час круто дняшку себе наверное получится не получится просто просто шикарно чего ты там чему радуешься но я смотри какой прикольный боюсь не если сколько так может бегать до бесконечно фактически пока те не стукнут нет бесконечно могу бегать но пока действует навык да обалдеть это какой-то читак вот все да не на увидели да не мне пока но то есть это не то чтобы очень полезно но прикольно а что там сожди у нас же этот открылась третья глава битерка но то а так может смотрели ну все нам получается надо делать эти переключения да и все круто саша завоеватель мира может я пойду просто чем делать пока и еще догоню тебя просто может тут не особо завязано у меня тут книжка я послушаю просто как раз которая была уверен во всем повинен лазарь пользуясь доверием короля леорика темным колдовством он внушил ему что нападение войск вест марша неизбежно боясь возразить архиепископу советники лишь склонили головы в молчаливом согласии отправляя нас на верную смерть у меня одному татас клибе конечно тут и тут сундучок который я могу который я могу без тебя нет и не осилить а где книжка то была в самом начале он туда ага стоп а почему у меня эссенция не восстанавливается я многое поняла а понятно еще так просто да я себе у меня есть это вампиризм а тут короче он по умолчанию устанавливает эссенцию но последняя руна меняет вампиризм больше не устанавливает эссенцию устанавливает больше здоровья вот все я не в силах это открыть а с 5 волн она 5 отрядов а в 3 отряд пошел вечный цикл чеки теки теки классно вот кстати два сундучка вот двуручный меч что такое то фига мне двуручный меч кидайте мне все а это с демоном кстати с вот прикольный мячик на старте по урону меньше чем у меня а он вообще на силу этому отдам а подожди у него на ручку нужно да 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 жалко ну сними сняла чан просто да он не особо нужно так чан у тебя есть чем заменить что ли но смысл это есть что власть по виду есть по моему а что тебе помогут тоже бубу кука хотя это тоже неплохо в данном случае не хуже будет так это все к чему это бегом то пусть уже выходит выходит но чем дальше кричать это это она у меня внутри пойдем куда нам там дальше убейте капитана кейджа в эту бомбу вбить я что-то увлеклась ну да я так и понял убейте капитана кейджа справа ага а ты себе так ничего и не подобрала ну то есть у тебя сейчас дпс то какой у меня сейчас а мы не можем а ну хорошо уже лучше но все равно переключить то не можем сейчас состязания без перезахода а пока мы не сделаем локалки иначе не сбросится хотя в принципе хотя бы одну голову над зад нет нам надо пять сделать подряд нет нет или да или или нет по моему или там можно сейчас разнобой раньше надо было подряд прям пройти нет нет в разнобой по очереди без разницы в каком порядке и без разницы сколько за раз нет да я думаю так быстрее пробежим потом переключим сразу да плюс можно здесь разбежаться зови меня тогда только в том случае если эгей будет ага ну с моей скоростью не знаю да да капитанчик ты где там тупик да да где там ты закатывать а я пошел просто куда надо сразу ага ну у нас стрелочка появилась что бы нет ну вот исходя из того что вот дальше получается вот геймплей достаточно однообразно но при этом как бы самому играть тут надо но все да тут уже грин пошел на первых порах он достаточно интересный я думаю то есть как бы вот на этом трене наверное в общем то мы и закончим то есть вот казали как бы как она там не уверена что есть смысл еще какие-то стримы по дебре устраивать если только так свое удовольствие побегать мы захотим если кто-то захочет присоединиться но это уже совсем не плановые и без объявлений и ну то есть но не в дни стримов я думаю что объявление можно давать в твиттере там твиттер кинуть и в контакт да ну или кто подписан там опять же придет предупреждение а мы все сделали же а ну да я начинаю я почему-то увлекаюсь давно не играли в тебя будто мне пригодится свежий друг я прям к тебе сейчас портнусь а что насчет перерыва а в принципе можно делать народ нужен кому перерыв хотя мне запись в любом случае нужно будет сохранить сохранить вечный цикл не но это мне чё там кнопку нажать и отображать еще раз а это твоя летит там я и в догонку горшком кинала это создание умрет не бойся смерти у меня симуляк вспомнит вообще я в том плане что то есть мы в принципе можем без перерыва там водичка кончится если я забегу на я ничего страшного единственно только запись сохранить чтобы на эту полу нормально там удобно залить а вам все молчат но будут эффекты это 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 где где то гоблин вот вот он спала дрессировщик сейчас это получим группа зло я суклуба получила а как у тебя отлично мне пригодится свежий труп так надо посмотреть где там изучить где там моя суккуба ага такая же как у тебя точно круто а мне выпало злодеяние королева суккубов этот демон кажется чуть более дружелюбным чем остальные подпись а в день у меня есть уже что это вообще такое это такая штука ну сейчас покажешь покажу скелетная не ну ребят там кто кому не лень отвечать а вот он мне кажется как считаете мне кажется смысла нет да по дебли стрим это больше делать то есть как бы здесь получается вот тупо фарм уже тупо фарм уже я думаю что по дьяволу в дальнейшем нужно действительно делать вот мое селье поиграть если для себя для себя можно включить то есть кому интересно может прийти позависать за компанию я может на фон включить там тоже что то делать будет не знаю то есть просто в дальнейшем может даже рассказывать особо нечего мы будем сидеть тупить либо вообще на какие то отвлеченные темы общаться правильно а все мы же сделали я думаю захоронителям смысла нет идти почему а смысл нам разобьется пары ну смысл четыре штуки а ну мы можем потом сходить лишний раз если вдруг ну давай ну просто от чего терять возможность дальше условия будет ну и ладно ну ладно пойдем ну диабло она такая время пожирательное конечно сюжетка еще не особо вот когда сезон проходишь он просто такой темп реально залипаешь сейчас еще чуть-чуть вот сейчас еще чуть-чуть вот еще капельку а где он я не понял он другой карте ну да пошли на а вон дальше поняла я поняла там через коридоры пройти надо ну смысл через дорожки тропинки да да так пойдем еще вернемся туда скорее всего а ну да он выше вот даже по карте это видно выживший из ворсона дома давай тогда да да или ты к этому королю нет выжившим ну вот я об этом же и говорю что смысла нет вот этого я думаю такой вот именно официально который пойдет в плейлист именно последний будет а так вот если мы там захотим поиграть то может быть и включим а когда вы там про список игр говорили на стрим ну и как решили или нет нет ну то есть как и было мысли есть но пока не решали в любом случае в понедельник у нас НМС и может быть мы к тому моменту уже определимся может быть вообще голосование какое-нибудь сделаем как уже было у нас посмотрим я вот в стиме еще пару игрушек видел которые хотел мне кажется вот можно вот эти новинки что-то поиграть из того что ты смотрел сегодня показывал мне в стиме да там от frozen bite игрушка вышла очень похоже на маджику но при этом есть отличия то есть она визуально больше трайн напоминает и юмор трайновский то есть выглядит очень интересно она коопная плюс она еще и новинка и скорее всего не особо длинная было бы конечно круто было бы конечно круто мне пригодится свежий труп в то же время очень хочется нам он сказать добить уже окончательно до нового года до точнее начала нового года чтобы в новый год не перетаскивать за собой этот должок но это не знаю может быть и не особо как бы мы специально прямо рвать волосы во всех местах где только возможно не будем из-за этого ну и ущерб другим играм тоже тебе не место в этом мире а мы говорили да наверное что диабло пати четыре человека если кому интересно да по моему или нет а перерыв будет сила возросла может спрашивали буквально пять минут назад это нужен перерыв давайте ребят так нужен перерыв пошустрее конечно пошло даже с одним бонусом ну да веселее гораздо у меня сейчас паучиха который достаточно неплохо дамажит один человек пишет да остальные остальные говорят что нет либо молчат ну то есть я морально нормально как бы а до какого вы планируете что до десяти наверное ну у нас этот стрим до часиков до десяти и потом мы же хотели еще вовку побегать а это ты да послушаем наконец-то я свободен от сил которые пытались подчинить себе мой разум и вижу то что происходит на самом деле эти жалкие людишки хотят ослабить меня украв альбрахта но у них ничего не выйдет может быть они поймут это когда увидят насаженные на копье головы своих жен и детей кстати не прерывается сообщение если а я могу прыгать да да я думаю что-то хотел ты сказать уже давно единственное что может какой-то здесь диалог появится ну к слову модераторам то есть мы же не заставляем вас сидеть здесь постоянно конечно хорошо если кто-то есть но если какие-то свои дела то конечно смело отходите просто предупредите что вас не будет сегодня все если так получится что никого из модераторов не будет мы будем с вами почаще поглядывать просто ну да не смертельно у нас на данный момент не такой активный чатик когда это прям вот жуть как не хватает рук но конечно с модераторами всегда удобно не нужно отвлекаться но это так на всякий случай как 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 вот так вот пришла и осмелилась ой зря симулятор слил и и и и да и и и и и и люблю когда вот так вот все хорошо идет общего идешь просто закатываешь нибудь и глянта книжку на что же вот отзывы шутка и шкаф сегодня книжки нет интересные акции он был наверно мне откладывать но можно было не кратко не просто лопнули а книжка здесь уставил самому прочитали все это да опять же вот урезанного здесь он не появляется теперь ничего не бывает точно раньше не было такого раньше появлялся приключениях не появляется он по-моему это потом делали уже давай а чего ты на него не нажал нажала он думал просто вставать ему или не вставать на кого на кого на кого на меня на меня на меня но мне нет нет места С чем я тебя поздравляю? Я камушек хотя бы заберу. Я возвращаюсь в город. Благодаря тебе. Я не смогу нести на хвалу. Ну и зачем ты вот это сделала, если места нет? Чего? Ну нажала на него. А тебе выпал куда-то? Ну куда выпал? В пустоту выпал. Сейчас вот дисконект нет и это... Фу, все. Ругался на меня такой. Хотя какая разница, в принципе, если бы дисконект нет, то мы потеряли бы. Пора возвращаться. Хотя нет, не потеряли бы. Хватит нами ругаться? Он бы в сундук упал и все бы осталось. О, наручи. А, ну здесь стандартные наручи же. Я не помню, какие. На шипы, по-моему, здесь. Могу ошибаться. Но, по-моему, на шипы. Да, да. Если герой получает удар, то с некоторой вероятностью он может нанести ближайшему противнику урон в размере 100 тысяч процентов от показателей шипов. Оставлю. Вдруг я все-таки попробую билд на шипы. Выглядит прикольно. Вряд ли он сильно рабочий, конечно, но... Интересно было бы попробовать. Ты погоди, а может быть они даже лучше моих-то? Ну да, оно, в принципе, лучше моего. Да, в разы лучше. На яд, правда, еще урона, поэтому... Ладно уж. Так, хорошо, давай мы тогда сейчас буквально небольшую паузу сделаем. Я сохраню запись. Тем, кто там записи будет смотреть, ждите следующей серии. Познай вкус поражения.